Как-то раз одного хорошего человека за глаза несправедливо обвинили в каком-то проступке, который якобы он совершил. Вместо того, чтобы оправдываться, он промолчал, хотя был прав. Хорошо зная этого человека, который точно был невиновен в том, в чем его обвиняли, я удивился его такому странному поведению. Потом наш общий друг сказал об этом случае. Он не стал оправдываться, потому что знает себе цену. Потом я задумался, что такое знать себе цену. Некоторые в церкви понимают это как гордыню, мол, считают себя невестью кем и просто игнорируют оппонентов, считая связываться ниже свое достоинство. Чаще в подобной ситуации, если нас вдруг несправедливо обвинят, мы не только не молчим, наоборот спорим, гневаемся, обвиняем, стараемся так ответить, чтобы неповадно было к нам лезть. Как говорил герой рассказа Зощенко, когда моя честь задета, я могу и до трибунала дойти. Если же открыть Евангелие, прочитать, как вел себя Господь на суде первосвященник и потом у Пилата с обвинявшими его в богохульстве фарисеями, которые лжесвидетельствами него мы увидим, что Христос молчал. Странное поведение для того, кто прекрасно знал, что судившие хотят его смерти. Разве трудно ему было оправдаться? Ведь он же Бог, красиво, умно, с достоинством, как власть имеющий. Но перед людьми, которых не интересовала истина, чтоб он не сказал, все было истолкованно-привратно, Христос молчал. Молчали новомученики перед тройками НКВД, когда их приговаривали к расстрелу. Нужно иметь великое мужество и веру, чтоб молчать в подобной ситуации. По-настоящему человеческое достоинство, которому апостол Павел писал в послании к Колоссянам. «Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый оставайтесь перед Богом». Святитель Иоанн Златоус объясняет эти слова. Иосиф был рабом, но не раболепствовал людям, потому и в рабстве был свободнее всех свободных. Святитель Феофан Затворник пишет об этом. «Нужно разуметь здесь рабство не внешнее, а душевное рабство страстям, миру и дьяволу. От этого рабства христиане получают свободу в Господе Иисусе Христе. Куплены, говорит апостол, вы ценою крови Единородного Сына Божия и должны работать Господу всесторонне, нравственно, не человекоугодничайте». Апостол как бы говорит, что вы рабы, это не важно во Христе, но имейте в виду, что нельзя быть рабами человеческих мнений, обычаев и желаний наперекор воле Господа. «Куплены вы Господом, Его воля во всем, да господствуют вас, противные же ей, чем бы они ни проявлялись, ни за что не соглашайтесь делать из угождения людям». Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok